Альянс Renault Nissan Mitsubishi представил план график развития своего бизнеса до 2030 года. Он включает расширение гаммы электромобилей, усиление взаимной унификации продукции и упор на новые технологии подключенных сервисов и мобильности. Эта стратегия разработана в продолжение плана реструктуризации альянса под названием Renault Lashen, который опубликовали полтора года назад. Главное, во французско-японском альянсе будущее автопрома связывают с электромобилями. В это направление компании намерены совместно инвестировать дополнительно 23 миллиарда евро. К настоящему моменту в альянсе объем уже сделанных вложений в производство электромобилей – 10 миллиардов евро. В Renault Nissan Mitsubishi сейчас используют четыре совместные платформы для чисто электрических машин. Это к 2024 году выйдет еще одна платформа под названием Copa EV. Ее характеризуют как самое высококонкурентное шасси для электромобилей в мире. Созданные на этой базе машины сопоставимы по цене с бензиновыми аналогами. Пресс-служба альянса утверждает, что в себестоимости Copa EV будет на 33% дешевле шасси модели Renault Zoe, при этом мощность электромотора станет выше на 10%. В альянсе повысит эффективность управления себестоимостью за счет более глубокой унификации, совместного использования заводов, силовых установок и каркасов кузовов. Ежегодно будут производить 250 тысяч электромобилей на этой базе, в том числе субкомпактный Renault R5 и перспективную модель Nissan, которая придет на смену микро. Машины смогут проезжать на одном заряде батареи до 400 километров. Автомобили станут выпускать на заводе Renault Electricity, расположенном на севере Франции. Также на этой базе выпустят электромобили Alpine. Три компании до 2030 года планируют представить 35 новых моделей электромобилей, 90% получат унифицированное шасси. Вторым блоком идет стратегия по батареям. Альянс планирует использовать взаимозаменяемые аккумуляторные блоки на электромобилях всех своих марок, таким образом достигнут большего эффекта масштаба и, как следствие, снижение закупочной цены. Себестоимость батарей относительно текущего уровня Альянс снизит на 50% к 2026 году и на 65% к 2028. К 2030 собственной мощности Renault Nissan Mitsubishi по выпуску батарей составит 220 ГВДТ звездочка Че. Также в интересах всех членов Альянса Nissan Motor сейчас разрабатывает инновационные твердотельные батареи, более емкие и менее дорогие относительно привычных жидкостных литий-ионных. Время подзарядки будет сокращено на 2 дробь 3. Старт массового производства твердотельных батарей прогнозируют на середину 2028 года. Третий блок стратегии – о подключенных сервисах и автопилотах. Цифровой облачный сервис Alliance Cloud к 2026 году объединит 26 миллионов владельцев автомобилей Renault, Nissan и Mitsubishi. Комплекс автономного вождения будут развивать на основе применяемой сейчас системы Nissan Pro Pilot. Кроме того, Renault разрабатывает единую для всех машин Альянса электрическую и электронную архитектуру, которую начнут устанавливать на автомобиле в 2025 году. Эта архитектура обеспечит постоянные обновления по воздуху, возможность обмена информацией между машинами, Vecal to Vecal, и получение данных от внешних статичных объектов, Vecal to Everything, и так далее.